Ну, это вся моя жизнь. Она и послужила импульсом. Потому что я родилась и выросла на Урале, где... Ну, Урал – это подземная кладовая. Самоцветы, драгоценные металлы. И мы еще школьниками бегали на свалку фабрики Самоцветы. Это камнерезная фабрика. Ну, и находили там обрезки малахита, родонита. И все составляли коллекции. И все, конечно, с ранних лет ходили под рюкзаком по лесам и находили какие-то камни. Ну, и я сама, и все мои друзья занимались этим. Ну, и наша жизнь из этого состояла. У нас под Екатеринбургом была дача. И там стоило перейти шоссе, как мы попадали в Мурзинское самоцветное месторождение. И там можно было буквально... То есть там дети выкапывают вот эти метистовые щетки. Ну, и уральская горная мифология, она тоже пронизывает всю жизнь вот таких людей, как я. А 2017 год — это год столетия октября. Ну, и по моей гипотезе, там должны быть какие-то общественные дискуссии, столкновения мнений, возможно, волнения. И я дописалась до ремейка «Октябрьского переворота». И, конечно, нельзя было не задуматься, а что нас ждет в 2017. Потому что в 90-е годы отменилась советская власть, отменилось строительство коммунизма. Но лучше не стало. Мне, взрослому человеку, сейчас понятно, что прошлое идеализируется всегда. Идеализировалась дореволюционная царская Россия, Российская империя. Сейчас у нас идеализируется советское время. И в этом тоже есть своя правда. Но, в общем-то, да, это был именно переворот, потому что, ну, скажем, воля меньшинства была навязана огромной стране. И в этом правда. Ну, в романе происходит ремейк «Октябрьского переворота». Ряженая революция. Как там все начиналось? Праздник города. Парад военно-исторических клубов. И колонна, переодетая белогвардейцами, сталкивается с колонной, переодетой красноармейцами. То есть воюют не просто люди. Там кровавая мясорубка. Дерутся не просто люди, а дерутся как бы образы красноармейца и белогвардейца. И вот сейчас, на мой взгляд, тоже время войны образов. Атака образа на сложившийся статус-кво. И вот это участие образа некоего коллективного фантома, который реально влияет на жизнь каждого из нас, реально может сломать жизнь каждого из нас, изменить жизнь каждого из нас. Вот это, мне кажется, интересно.